Игорь Носов Вы можете задать свои вопросы автору, приобрести книги. Книги вы можете брать уже сейчас, можете листать, смотреть. И в конце автор подпишет всем желающим книги. Так, давайте начинать. Тогда я начну с первого вопроса. Вы решили с вопросов каких-то начать, да? Так очень хорошо, мне будет легче. А вы бы хотели что-то от себя... Нет, 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 я просто... Хорошо, тогда вопрос у меня достаточно стандартный. Как пришло вам это решение написать продолжение «Незнайки»? Что вы при этом почувствовали? Раз у нас вопрос стандартный, то ответ будет стандартный. На самом деле я думаю, что многие вещи, которые пишутся для детей, люди, которые их пишут, начинают писать часто для своих детей или для детей, которых окружают. У меня, в общем-то, получилось то же самое. Когда я стал совсем взрослым, когда у меня появился ребенок, я стал наблюдать за ним, стал наблюдать за его друзьями, за его, может быть, какими-то не только друзьями, потому что жизнь, она полна, так сказать, разных ситуаций. И я стал делать заметки, наброски коротких рассказов про детей. И получилось так, что сначала появился один рассказ, второй рассказ, третий, четвертый. И так потихонечку-потихонечку собралось несколько десятков рассказов. Но они появились не сразу. Это заняло, конечно, не один день, не одну неделю, не один месяц. Более того, что написать что-то мы можем, а пока книжка доходит до читателя, проходит еще какое-то время. И довольно трудно человеку решиться, и довольно трудно издателям решиться издавать новые какие-либо вещи, издавать автора, которого до этого никто не читал. Мне, наверное, было легче, потому что у меня была удачная фамилия. Но так как речь идет о том, что фамилия-то одна, а автор-то совершенно разный, то все равно, может быть, даже это было неким препятствием для того, чтобы я мог двигаться в этом направлении. Но в один прекрасный день один из издателей решился издать сборник из пяти рассказов, и появился первый сборник, который назывался «Ура, незнайка». Это когда мы говорим о рассказах с незнайкой. И этот сборник из пяти рассказов выжил в той борьбе, которая существует среди книг и среди читателей. Мы же, в общем-то, боремся за то, чтобы читатель прочел эту книгу, чтобы покупатель ее купил, в конце концов, или взял в библиотеке, если это читатели из библиотеки. И потихоньку-потихоньку эти пять рассказов стали, так сказать, отъедаться. Появилось сборник, где было 10 рассказов, потом 12 рассказов. Таким образом сложилась, так сказать, судьба первых сборников и первых написанных рассказов. В вопросе было такая интересная. И что вы почувствовали, когда его написали? Ну, наверное, это очень такой сложный вопрос, что же я почувствовал, потому что, когда человек что-то делает, он... Человек постоянно что-то чувствует. Значит, когда он что-то создает, он чувствует, наверное, или удовлетворение от того, что он создал, или недовольство собой. Мне показалось, что когда я создал первые рассказы, когда я их выправил, когда я их превратил в истории, которые были, на мой взгляд, достойны, чтобы их кто-то читал, я почувствовал удовлетворение от того, что я сделал. И получается так, что по прошествии времени, я вот часто на эту тему думаю, я вспоминаю, что я сделал, я вижу, что я сделал. И хоть этого немного, но я всегда говорю, что то, что я сделал, меня не раздражает, меня радует то, что я сделал. И я чувствую все-таки удовлетворение от того, что я решился это сделать, и от того, что эти вещи, которые я написал, они увидели свет, и читатели у них все-таки есть. И хоть их, конечно, гораздо меньше. Если мы будем сравнивать, например, мои книги и книги моего деда, то это несопоставимое, так сказать, количество читателей, это несопоставимое количество языков, на которые переводится эта книга, и тиражи книг, естественно. Ну, во-первых, это другой совершенно исторический этап, это огромный, это прожитая жизнь. Я пока ее только, так сказать, собираюсь закончить, проживать. У меня еще есть перед некоторое время. Но посмотрим, что из этого дальше получится. Спасибо большое. Вот вы говорите несопоставимое, но если все-таки сравнить вашего незнайку и незнайку вашего дедушки, какие существенные отличия, может быть, есть между этими персонажами? Да, я понял. Но когда я говорил о несопоставимости, я говорил о несопоставимости популярности, о несопоставимости тиражей и количестве читателей, естественно. А если мы будем сравнивать, сопоставлять незнайку моего, потому что мы сейчас, допустим, говорим о моих произведениях, где есть незнайка, да, и незнайка Николая Николаевича, то, конечно, здесь можно искать интересные аналогии или, наоборот, находить разницу, которая есть. Моя мысль, когда я создавал произведение с незнайкой, основная мысль, это к вопросу о том, как я на это решился, что я почувствовал, мысль была такая, что я никак не могу и не должен исказить тот мир, который был создан Николаем Николаевичем. Потому что если ты хочешь создать что-то совершенно другое, то ты должен создавать что-то совершенно другое. Ну, например, меня, я так немножко буду уходить в рассуждениях от прямых вопросов и от прямых ответов. Ну, например, ты приходишь в театр, смотришь пьесу, ты знаешь, что это Шекспир. Ну, на афише ты видишь, что это не Шекспир. Шекспир стоит там где-то глубоко-глубоко внизу или помельче. Я не буду называть, например, имена, которые выходят спереди Шекспира. Ну, если взять афиши театров некоторых, можно это найти. Ты смотришь постановку Шекспира в новом, так сказать, исполнении и думаешь, ну, если человек чувствовал, что он не может сделать лучше Шекспира, если человек чувствует, что ведь Шекспир – это же не просто драматург, это в данном случае человек, писавший пьесу, и ты же переделываешь пьесу же Шекспира, ты по-своему ее переделываешь, ты делаешь новую инсценировку, режиссер еще ее по-своему опять-таки искажает, так он ее видит, да, как сейчас принято говорить, и ты получаешь совсем другой продукт. Так вот, я боялся того, что с Незнайкой не должно такого происходить, что он не может быть совершенно другим, он не должен быть искаженным. Тогда должны быть вот другие рассказы о других героях. Поэтому моя цель, которую я перед собой поставил, и, в общем-то, я, наверное, сумел ее достичь, мой Незнайка, если вот маленький читатель будет читать, или даже взрослый, если он решится почитать, маленькому или сам, когда он читает, почитает, например, произведение Николая Николаевича, почитает мои, он почувствует, что это разница, что это разница в стиле, это разница в совершенно в другом, конечно, видении мира, понятно, что все меняется, но Незнайка остается таким же, мир Незнайки остается примерно таким же, я специально, умышленно не вводил туда какие-то такие технические достижения, которые стали для нас обыденными. То, что вводил Николай Николаевич свои произведения, великолепные какие-то искорки будущего, это одно, а то, что сейчас все произведения, большинство, которые мы читаем, наполнены нашим же миром и заполнены совершенно компьютерами, телефонами, какими-то приборами, цифрами, на мой взгляд, это небольшое достижение для литературы, потому что литература – это гораздо более сложная, более тонкая вещь, чем просто описание, например, каких-то приборов, как они работают, и то, что мы видим сейчас в кино, в театре, читаем в книгах, мне это не нравится, я скажу честно, я вижу в этом, конечно, некий декаданс искусства, это некое все-таки разрушение, на мой взгляд, хотя все считают, что это достижение, ну, те, кто разрушал искусство лет 100 назад, там 150, были такие периоды очень резкие, они тоже думали, что они делают великолепные вещи, они эти вещи сейчас наполняют музеи, они эти вещи наполняют фильмотеки, но я думаю, что большинство здоровых людей с трудом, например, может стоять на выставке или в музее и разглядывать вещь, которая была разрушительной, которая была модной, которая стоит огромных денег, но я, например, как обычный человек, часто не понимаю, что же здесь гениального, поэтому в искусстве, мне кажется, не всегда нужно стремиться к разрушению, к революционности, поэтому и мои произведения, связанные с незнайкой, они не революционны, это моя установка в данном случае, это некая эволюция незнайки, но очень-очень мягкая эволюция, это эволюция скорее стиля, это эволюция скорее определенного, конечно, собственного видения, того, что окружает незнайку, как он действует, но это все тот же незнайка, это вот, видите, так сказать, ответ это просто все тот же незнайка. Незнайка остался прежним. Незнайка остался прежним, но человек, видите, интересен, наверное, когда он меняется, если мы говорим персонаж незнайка и возьмем человека, если человек очень быстро меняется, как сейчас принято, где там перебывается в воздухе, да, или еще что-то, просто он меняет свои взгляды, У него сегодня одна религия, завтра другая. Религия, может быть, в кавычках, я беру религию в кавычках в данном случае. То есть это не всегда симпатично, не всегда приятно. Человек, наверное, должен быть самим собой, он должен расти, он должен изменяться, он должен улучшаться, он должен умнеть. Желательно, чтобы он добрел, хотя жизнь не всегда заставляет тебя добреть. Добреть – это нехорошее слово, но, в общем, добреть, да. И я думаю, что поэтому изменения не всегда в искусстве особенно хороши. Вот такие соображения найти. Спасибо большое. Давайте тогда перейдем к вашему творчеству. Как вы считаете, можно ли назвать вашу писательскую деятельность семейным делом? Ну, разумеется, деваться некуда. Даже если я не хотел назвать это семейным делом, это, естественно, семейное дело. Вот иногда, когда на эти темы мне приходится рассуждать, я вспоминаю свою работу совместно, например, с отцом, так как я много лет работал фотокорреспондентом, а мой отец изначально был фотокорреспондентом. Он меня учил фотографии, учил журналистики, и я избрал эту профессию совершенно, так сказать, сознательно, умышленно, потому что мне хотелось этим заниматься, а не потому что, так сказать, мне это навязали, или кто-то меня убедил, что нужно заниматься тем-то, это удобно, выгодно. Так вот, вся моя деятельность профессиональная, она оказалась семейная. То есть я занимался тем, чем занимался мой отец, потому что он меня учил, а позже так получилось, я стал заниматься и делом, которым занимался дед, который тоже меня, конечно, учил. Учил меньше, чем отец, потому что вместе с дедом я не работал. Деда я помню, так сказать, вот, когда мне было 14 лет, деда не стало. Соответственно, я его помню относительно молодым человеком, очень даже, скорее, ребенком. Но так как детские впечатления и воспоминания, конечно, они самые сильные, наверное, и они глубже проникают и остаются в глубине, то, наверное, влияние Николая Николаевича на меня все равно было сильное, несмотря на то, что мы с ним не занимались чисто профессиональным трудом, как я занимался этим со своим отцом. И я не общался с коллегами Николая Николаевича, как я общался с большинством коллег, которые работали в области советской журналистики, начиная с каких-то там 80-х до начала 90-х годов, как я работал сам и работал вместе с отцом. Но вся моя деятельность, можно сказать, однозначно, это семейная деятельность. Я бы даже сказал, я часто, так сказать, прихожу к такому заключению, что это некое цеховое творчество, цех в значении, как раньше были цеха, так сказать, неважно, кожейников, виноделов, башмачников. Ведь искусство – это такое же проявление, так сказать, нашей жизни, как все остальное. Вопрос менее нужно или более нужно, чем другие виды деятельности. Вчера у меня была одна беседа, сейчас идет на Красной площади выставка, там были какие-то у меня тоже встречи, а потом я беседовал с одним из редакторов, с которым мы работаем вместе, о чем-то. И вот была такая фраза сказана, но ведь искусство настолько сильно, что его надо или очень любить, или очень бояться. Ну, потому что я там немножко пошутил на Красной площади, и шутка была такая немножко сложная. То есть сложная в том смысле, что место, место и твоя деятельность определяет смысл твоих слов. Так вот, мы пришли к выводу, что действительно, ведь искусство – великая, сильная вещь. Оно очень сильно воздействует на нас. Конечно, если мне башмачник сделает отличный башмакиль, наоборот, вобьет гвоздь в каблук неправильно, я буду каждый день, так сказать, мучиться, потом я буду сам его заколачивать, он у меня будет вываливаться вместе с каблуком. Поэтому это очень плохо, но это легко перенести. Но если, например, маленький ребенок, взрослый, все-таки они сильнее духом, ребенок посмотрит ужасный фильм, причем ужасный, не просто ужастик, а именно ужасный, который он сильно повлияет, то, наверное, вред от этого произведения искусства будет гораздо больше, чем от гвоздя, который мешает ребенку ходить в ботинки, или там натер он ногу, ему делают пластырь. Потому что пластырь мы наклеим, подорожник мы поплюем и приклеим, мозоль пройдет, она заживет, все зарубцуется. А вы заходите, вы не стойте, нас здесь мало, нам будет легче. Я просто там вижу за пальмами людей. А вот если мы сравним, что делает искусство с человеком, в хорошем смысле, в плохом, то мы или будем восторгаться этому, или будем ужасаться. Недаром я на предыдущий вопрос об искусстве сказал, что ломка в искусстве и преподнесение чего-то часто безобразного под видом, что это замечательное. Ну, на мой взгляд, это даже преступление в искусстве. Потому что ведь если ты совершаешь какую-то ошибку за рулем, когда ты, допустим, профессиональный водитель, ты совершаешь преступление. Ну, ты взял, выпил и поехал. Будет преступление, трагедия. Ты сделал грубую ошибку, хотя тебя учили много лет, а ты взял и не, допустим, там, вписался в поворот не на той скорости, как тебя всегда учил инструктор. Не превышай скорость больше, чем 30-40 километров никогда. А ты взял и поехал на 60, а ты, случилась авария. Это преступление. Так вот, почему-то там преступление очень четко, у них есть какая-то квалификация. Ошибка, не ошибка, там, просчет, не просчет. А в искусстве ты можешь либо делать все, что хочешь. Ну, мы не берем политические аспекты, когда искусство сталкивается с социальной системой. Я говорю сейчас о моральной стороне. И не берем, когда искусство сталкивается с религией, потому что это тоже, так сказать, тем более, если раньше учесть, что религия как раз всегда была в государственной системе, то это столкновение с государством. Вот уберем этот сложный вопрос в сторону, а ставим вопрос морали. И если ты творишь в искусстве, ты создаешь вещи, которые, на мой взгляд, аморальны, то ты делаешь преступление. Поэтому искусство – очень-очень серьезная вещь. И цеховое обучение в искусстве – очень важная вещь. Я далеко ушел, я возвращаюсь. Когда я буду забывать, вы не подсказывайте, откуда я ушел, потому что мысль у меня такая бежит, она впереди меня. Цеховое воспитание, мне кажется, в искусстве очень важно, потому что если цех хороший, то у тебя будет как хорошее вено, как хорошие башмаки, так и будет хорошее искусство. А когда это несколько, так скажем, революционное искусство, революционное воспитание, не цеховое, ты очень быстро уходишь от традиций, от классики. Тебе как бы легко отказаться, ты их не впитываешь, у тебя их просто нет. Ты как бы, ну, если тебя учат пользоваться ножом и вилкой с детства, то ты, приходя даже в столовую, гнет ножа и вилки, или в гости, ты спросишь так, аккуратно хозяйку, а нет ли там ножа? И если нож есть, тебе его обязательно найдут. И делают вид, что даже если люди едят без ножа, они дадут тебе нож, ты ешь, как хочешь, а вы ешьте, как хотите. Так вот, мне кажется, очень важно, очень важно иметь традиции, иметь какое-то воспитание. И когда в искусстве эти традиции воспитания есть, то и творец в искусстве работает и ножом, и вилкой, и утирает рот салфеткой, а не вот так вот, как сделаю я сейчас. Это очень важно, это очень важно. Поэтому традиционность в искусстве и воспитание человека как бы в семье, где занимаются искусством, это, на мой взгляд, великая, сильная вещь. Так же, как любое профессиональное воспитание, оно очень важно. Спасибо большое. Я замучил вас долгими ответами. Вы забываете вопрос. Мы здесь ради этих долгих ответов. Хорошо, спасибо. Вот вы сказали про традиции, а давайте все-таки вернемся к книжному. Какие книжные традиции были в вашей семье? Были ли у вас такие традиции? Ну, книжные традиции вопрос такой, опять-таки, сложный вопрос. Или я просто очень сложно воспринимаю мир, поэтому мне вопросы простые кажутся сложными. Я начинаю искать в них какой-то подводный смысл. Значит, традиции могут быть такие, я бы сказал, технические, технологические по отношению к книге, например. Могут быть творческие, как создавать книгу. Ну, а могут просто какие-то семейные. Ну, какая-нибудь семейная традиция, что в книге нельзя ничего там рисовать. Так как у нас в основном сейчас взрослая аудитория, то всем все понятно. Если ты хочешь порисовать в книге, то ты должен как бы себя сдержать. Книгу нельзя мять, нельзя ее рвать. Вообще, к книгам очень бережные было всегда в семье отношения. Вот, например, если там сейчас взять книгу и уронить ее, да, даже вот в эту мягкую интрибью, у нее поломается уголок. Ну, казалось бы, ну что такое поломанный уголок? Причем я далеко не педант, я, так сказать, могу относиться спокойно ко всему, но меня будет уже мучить, что у этой книги поломанный уголок. Можно случайно перелистывать страницы не так. Ну, например, у меня супруга часто, когда книгу быстро читает, она не берет ни там страницу, и я все время жду, что она ее порвет. Я говорю, ну, а можно по-другому? Ну, она говорит, можно, можно. И начинает это делать так, как нужно. Вот, поэтому вот такие технические традиции в семье есть. И дети воспитываются именно в таких традициях. Если говорить о традициях профессиональных, ну, например, когда я был маленьким, хорошо звучит, когда я был маленьким, помните фильм «Посторонний фото воспрещен», да, когда я был маленьким. Так вот, когда я был маленьким, там есть Игнея, по-моему, это говорит, кстати, Игнея где-то похож на Николая Николаевича. Во-первых, Николай Николаевич любил его как актер, а во-вторых, он даже внешне где-то похож. Он такой страшный, а в то же время такой обаятельный. Так вот, когда я был маленький, когда я был маленький, я помню традицию, что все книги, которые из издательства привозились, ну, новые экземпляры, обязательно потом заказывалось несколько книг. Эти книги или за ними ездили в издательство, или их привозили. И книг должно стоять, всегда было на полке стоять ни одна и ни две. Почему? Не от жадности, не от какого-то там скупертфильства или плюшкинства, а от того, что раньше, чтобы книгу, например, отдать в следующее издательство, ее переиздать, нужно было сделать грантки. Нужно было, так как книга уже печаталась, было проще всего взять страничку, наклеить ее, эту страничку, на другую страничку, и в типографию шли эти странички, с них делались наборы. Но так как страничка-то имеет, у нас лист имеет две странички с двух сторон, то, значит, нужно уже было две книжки, чтобы отдать наборщику. Надо было, значит, один экземпляр наклеить вот этими страничками, а оборот наклеить так. Значит, уже должно было у каждого экземпляра храниться хотя бы две книги про запас, чтобы тут же на переиздачу, на переиздание отдать. Вот такие были традиции, поэтому эти традиции порождали другие традиции. Нужно было много места для того, чтобы хранить книги, например, даже для работы. А места, в общем-то, не было, потому что так получилось, что Николай Николаевич, он, ну, большую часть жизни прожил практически в двухкомнатной квартире, причём маленькой, маленькой. Поэтому у него, как у знайки, книги лежали везде, на столе, под столом, на кровати, под кроватью, на лоджии лежали книги. И, значит, там кутали, прятали, чтобы туда не заливало, потому что тогда не было привычек остеклять лоджии. Значит, лоджия была, так сказать, как она должна быть, открытая лоджия. Вот это были традиции иметь много книг, их сохранять, в них не рисовать. Ну, я бы так ответил на вопрос о традиции. А то я что-нибудь ещё придумаю. Давайте ещё вопрос сходим. А давайте представим такую ситуацию. Вы говорите о бережном отношении к книгам. Вот к вам пришли гости. Если вдруг кто-то из ваших гостей, друзей, без спроса бы взял книгу, как бы вы отреагировали? Это вот хороший вопрос, он нетрадиционный. А то обычный вопрос, который ты даже знаешь, какие ответы, надо уже даже не придумывать. Вы знаете, это приятно, когда к тебе приходят гости и начинают брать книги. Неважно, твои, семейные или чужие. Потому что я вчера после, так сказать, проведённых многих что-то на Красной площади, я пошёл в кафе. И я сидел, ел в кафе с теми людьми, которые работали со мной. А рядом, вчера жила пятница, а рядом сидели другие компании людей. И вот я, люди у нас часто разговаривают громко, они не думают о том, что другим не так интересно, что они говорят. Поэтому хочешь ты, не хочешь, ты слышишь, что они говорят. А так как в кафе и ресторанах людей иногда ещё и выпивают, будем считать, что я ничего не сказал такого дурного при маленьких, то они становятся ещё громче и разговорчивее. И когда я слышу, о чём говорят люди, мне становится как-то скучно и грустно. Поэтому, когда к тебе приходят гости, и они не спрашивают, а слушают, а какая водка? О, нет, эту я не пью. Или так не смотрят на стол, что там на столе, да? Потому что, в общем, мы гостеприимные, мы любим сами поесть, и других людям покормить. А когда вдруг гости у тебя начинают говорить о книгах и начинают просить какую-то книгу с полки, начинают что-то листать, это большое достижение. Ну, правда, у нас и гости в основном такие. Они как-то всё больше по книгам, а не по бутылкам. Хотя они любят выпить многие. Конечно, я сам могу выпить. Это я шучу, конечно. В общем, я хочу сказать, что, наверное, это хорошо, когда гости берут книгу. Естественно, так как я в чём-то бываю вредным, то я их, не только супругу и детей, буду учить, как перелистывать странички, и буду следить, чтобы они их не били и не мяли, и попрошу, чтобы они жирными пальцами после, так сказать, холодной или горячей закуски, если они не вытерли, не листали. Но, если серьёзно, то это очень хорошо, когда люди начинают заниматься книгами, придя в гости. А так как книг у нас много, то это обычно так и происходит. Более того, я скажу, что так как моя профессия фотокорреспондента подразумевала, что есть в книгах не только много текста, но есть и изображения, фотография, в общем-то, серьёзное искусство. Просто, может быть, раньше это всегда было в тени, живописи, графики, а сейчас из фотографии выходит вперёд, вперёд, и, к сожалению, люди уже многие не умеют рисовать, люди не хотят этому учиться, это сложно, они рисуют на компьютере. А фотография стала простой, поэтому такое стало доступное искусство, это замечательно. Но это тоже некая деградация, потому что, когда тебе кажется, что можешь починить сам ботинки, а ты их не можешь починить, то в искусстве происходит то же. Когда ты думаешь, что можешь создать легко фотографию, или нарисовать в духе, я не знаю, чёрного квадрата Малевича, что-нибудь повесить на стенку, то это не достижение на самом деле. Поэтому о фотографиях. Когда приходили к нам гости часто, то часто смотрели альбомы фотографические, в которых были фотографии. Это моего отца, какие-то каталоги, где были наши какие-то выставочные работы. То есть это была традиция смотреть книги, смотреть часто каталоги каких-то, в том числе, зарубежных выставок, потому что книга была в дефиците. И наша книга была дефицитной, и тем более иностранные книги были дефицитны. То есть увидеть какой-нибудь, например, каталог какой-нибудь выставки волк пресс-фото, вот живьем, они где-то там его уж совсем замяты, а взять с полки, еще увидеть, что там вот ты общаешься с людьми, которые, например, получили эту медаль за эту фотографию, это очень интересно на самом деле. И, конечно, в то время мы разглядывали эти альбомы, читали эти книги, смотрели какие-то редкие издания с огромным удовольствием. Это сейчас ты приходишь в магазин и есть все. Ты даже не знаешь, у тебя глаза разбегаются, такое количество книг, я даже не знаю, как вообще бедные покупатели, читатели, да им читать некогда, и покупать даже некогда, они только смотрят, они ходят, смотрят, ходят, смотрят. Но потом начинают смотреть на цены и уходят, и уходят. Такое тоже бывает. Я сам сталкиваюсь с этим, при том, что я хорошо живу, я хорошо ем, я могу выпить хороший напиток, в общем-то, который в два раза дороже того, который попроще. Я все равно, когда вижу цену книги, мне становится, ну, в общем, сложно. Так как я вырос, так сказать, в советской действительности и никогда не отличался, такой какой-то жизнью странно-роскошной, то для меня тяжело, например, вот сейчас отдать за книгу, там, тысячу рублей или две. Ну, тысячу я уже, как бы, я ее перевариваю, ну, там, 700 рублей, 800, но когда видишь книгу, она стоит 3 тысячи, 4 тысячи, и с каждым днем книга становится дороже, ну, как вся наша жизнь становится дороже. У меня однажды приехал гость, иностранец, я его, так сказать, привез в Россию, показать ему Россию, как вот здесь хорошо. И я решил сделать ему подарок. Я решил ему подарить альбом русских художников, ну, в основном передвижников. Я, как сейчас помню, это было лет, там, 10 назад, может быть, там, 15 назад. Я помню, эта книга стоила 4 тысячи рублей в доме книги. Может, где-то она стоила, там, 3 с половиной. Себе такую книгу я никогда не покупал, вот скажу честно. А ему я купил в подарок эту книгу. То есть я хочу сказать, что книги очень дорогие, конечно, сначала разбегаются глаза, потом ты начинаешь пугаться цены. В общем, я рад, что у вас в магазине есть покупатель. Спасибо. Я за себя радуюсь, за себя. А если подарочные издания все равно так же относятся? Нет, конечно, здесь надо четко делить подарочные и неподарочные издания, потому что, смотрите, вот даже здесь у нас лежат книги, ну, что тут надо, вот, все на примерах смотреть. Вот, например, такая книга лежит, большая книга незнайки. Мы сделали две книги, одну такую большую книгу незнайки, а другую большую книгу рассказов и повестей. Это я к чему говорю? Книга, наверное, очень дорогая. Я не знаю, сколько она стоит сейчас в магазине, в общем, она стоит там какие-то 2-3 тысячи, я не знаю, сколько она стоит. Сейчас посмотрим. Просто в разных магазинах, чуть по-разному, естественно. Так вот, книга, конечно, должна быть хорошая и дорогая, на самом деле. Книга, ну, это как еда. Съесть можно все, особенно с майонезом или с кетчупом. Вот взял, намазал и съел. Но ведь хочется съесть что-нибудь здоровое, вкусное, просто даже красивое. Причем красивое не по ресторанному, что там нечего есть, и ты чувствуешь, что тебя просто обирают, так сказать, тебе туда. Как бы плюнули, плевочек сделали, положили какой-то листочек, ну, дали там лишнюю 2-3 вилки. Даже ты начинаешь думать, какая же все-таки сюда нужна. Вот, вилка, ну, неважно, можно, это можно и пальцем поковырять, там такая еда, что непонятно, для чего это. Так вот, книга, как и еда, она должна быть красивой и хорошей, она должна быть, конечно, проста. Поэтому, когда книгу делают очень дорогую и очень зачумленную, что, например, ты не можешь даже понять, что она не написана. Она такая красивая, там столько всего использовано, ну, она, во-первых, становится дороже, она привлекает внимание. Но книга, как и еда, должна быть хорошая, но очень простая. Тогда ты будешь получать удовольствие, и у тебя не будет, извините, расстройства желудка, ну, и психики, очевидно, потом. Поэтому я за книги хорошие, за книги дорогие, тем более, что скупой платит дважды. Я продолжу, так сказать, свои рассуждения. Я же не только для вас, так сказать, рассуждаю, я и для себя. Я хитрый. Я говорю, говорю, потом что-нибудь вспомню. Хорошая мысль у меня родилась в разговоре. Потому что у нас, как бы, этот разговор, не спор, но разговор. Но все-таки это тоже именно... У меня еще монолог получается, поэтому я запоминаю то, что я говорю. Я подумал вот о книгах, что, конечно, конечно, книги нужно делать хорошо для того, чтобы... Нам невыгодно делать хорошо книги. Издателю невыгодно делать хорошо книги, потому что если книга плохая, во-первых, ты ее хочешь быстро поменять. Ну, она неинтересна, значит, пойти на новую купить. Во-вторых, если книга плохо сделана, она развалится мгновенно. Значит, второму ребенку в семье или просто тебе на полку, она не встанет. Поэтому, казалось бы, нужно делать плохие книги, так, чтобы не разваливались. Ну, как кто-то мне рассказывал, купил в электрический фонарик, стоит 200 рублей, но когда из электрический вышел, попробовал, уже не работает. Вот примерно так и с книгой. Это выгодно, чтобы про 2-4 книги, 10. Но книгу нужно делать один раз и хорошо, и книге нужно относиться бережно. Это продолжение к нашему разговору. Тогда эта книга встанет на полку в доме, и ее будут читать 2 поколения, может быть, 3 поколения. Дело не в том, что это будет экономия. Дело в том, что это будет традиция, та самая книжная традиция. Потому что вот у меня же есть книги, которые читал мой дед. У меня есть книги, которые мой дед покупал в букнистических магазинах, а не старые книги. Не обязательно старинные. Это очень важно. Это очень важно. Поэтому, если мы создадим хорошие книги и сумеем вам их продать, как покупателям, то мы, конечно, от этого вроде бы выиграем. Но это не совсем так. Потому что, когда книга создается, огромное количество ее стоимости уходит совсем не автору. Совсем, и я не прибедняюсь нисколько. Я живу лучше, чем большинство людей, которые меня окружают. Совсем не издателю, который трудится. Это часто большая доля торговли. Но торговля огромные расходы. Тоже кажется, что вот там торговля жирует. А пойдите такой магазин содержать в центре Москвы, чтобы вот такие стояли стулья, чтобы мне сейчас там еще газированные водички нальют. Вам-то не нальют, а мне же бесплатно нальют, понимаете? Кофе потом дадут. То есть здесь нужны оборотные деньги. А нет, кстати, водички. Да, конечно. Там водичка с токаром. Можно я выпью? А то, чтобы я водички сказал. Для вас поставила. А вы пока мне какой-нибудь вопрос задайте, а потом спорю. У меня на самом деле на каждый вопрос дополнительных по три возникает, поэтому давайте немного прервемся и дадим слово вам. Если у кого-то есть вопросы, я подойду с микрофоном. По незнайке, по творчеству, что угодно. Так, ну вот вообще, ну ладно. Да, лучше оставайтесь. Хорошо. Хорошо. Я прекрасно с вами очень много, я против, а где там? Ну, мне вас так лучше видно. Хорошо. Ну, у меня два вопроса. Один вопрос касается мультфильмов. Как у вас есть опыт сотрудничества с мультстудией? И положительную или не очень? А второй вопрос как раз касается книжек, не подарочных, а для поездок. Раньше же было много книжечек. Очень интересный вопрос. Да, очень хорошо изданных, но в которых содержался один рассказ, может быть, несколько. И довольно полезная вещь. Ну, я начну с такого очень сложного вопроса по поводу мультипликации. Я вообще стараюсь очень откровенно разговаривать с людьми. Меня часто упрекают, что я слишком откровенный, потому что я начинаю взять какие-то там технические вопросы, какие-то эстетические, которые не всем приятны. Я стараюсь не трогать политику и религию, потому что там я, если буду откровенный, то я уже не смогу разговаривать надолго. А что касается всего остального, я стараюсь быть откровенным. Так вот, по поводу мультипликации. Дело все в том, что я начал говорить о театре, о Шекспире, о том, как берут и делают другого Шекспира. Причем при этом хотят быть Шекспирами сами. Ну, любопытное, конечно, желание, странное, но такое свойство людям. С мультипликацией то же самое происходит. Дело все в том, что ведь любая мультипликация, любое кино, любая театральная постановка, это, во-первых, новый продукт авторского права. Здесь есть юридические аспекты очень важные, которые позволяют создателям, если они не будут ограничены какими-либо договорными отношениями с правообладателями, чьими материалами они воспользовались, позволяют им стать самостоятельными авторами, которые с этим могут делать все, что угодно дальше. То есть, создав, например, мультипликацию, если она не будет ограничена, ну, например, Дисней позволяет, или в Диснею кто-то позволяет сделать мультфильм. Если права этого сценариста или права этого автора, литературного произведения не будут защищены договором, то Дисней просто заберет у него его произведение, сделает мультфильм, потом будет делать все. Он будет продолжение делать мультфильм, он будет переписывать эту книгу, будет писать новые книги. И права тех создателей, того создателя произведения, они как бы испарятся. Они испарятся, причем за какую-то минимальную сумму, потому что, скорее всего, Дисней выкупит эти права, потому что, как правило, нам всем нужны деньги, и когда мы приходим на работу, он говорит, хочешь такую работу? Хочу, вот тебе столько, пойдешь работать, но деньги завтра, пойду. Работа тяжелая, работа нехорошая, но тебе нужны деньги, и ты стал работать. То же самое происходит с автором. К нему приходят, говорят, хочешь продать? Он говорит, хочу, мы тебя сделаем известным. Он говорит, пожалуйста. Только он становится неизвестным, и Дисней на этом, так сказать, жиреет и жиреет. То же самое происходит и с другими произведениями, с другими студиями. Поэтому, говоря об опыте, опыт у меня определенный есть. Опыт показывает, что, во-первых, очень много творцов, которые хотят исказить произведение. На мой взгляд, это неправильно, позволять искажать произведение. И даже если мы возьмем опыт моего деда, Николая Николаевича, он показывает, что он это очень хорошо осознавал и никогда не позволял искажать свои произведения. Именно в том числе, именно поэтому он трудился очень много и не позволял никому, например, писать пьесы по своим произведениям, не позволял никому писать сценарии по своим произведениям. Более того, что он был хорошим профессионалом, он был режиссером, он был прекрасным сценаристом, потому что он учился в Авгике. То есть он умудрился, но на это же требовалось огромное количество времени и труда, он умудрился сделать так, что у него есть произведение, есть пьеса, есть сценарий. Поэтому, когда мы говорим о создании чего-либо, то, конечно, хочется охранить произведение, заставить или написать те сценарии, где будет все учитано, или это делать совместно с кем-то. Но это очень трудно, потому что, если мы говорим о мультипликации большой, то я, например, не будучи сценаристом, я могу написать сценарий. Это не такая проблема, особенно, когда у тебя есть произведение. Это вот выдумать новые сценарии, а как написать книгу. А когда ты берешь произведение, например, Николая Николаевича, и делаешь из него сценарий, ну, простите, диалоги ты используешь, те же сюжеты, те же персонажи, те же настроения, те же рекламу у тебя же сделано именем, ну, ты говоришь, я творец. Ну, ты правда творец. Ты технически переработал в значительной степени произведение. Но если ты его переработаешь легко, то как-то ты творец какой-то незаметный. И ты начинаешь его переделывать. Переделывать, сказать, я творец, я творец, я тружусь в поте лица, поэтому у меня, так сказать, другие имена, другие персонажи появляются, другие настроения. И сюжет куда-то уходит туда, как моя мысль, далеко, потом не понимаете, чего это я рассказываю. И там смотришь, думаешь, что-то они туда ушли. Они же не толстые, у них не получается так, что все придет куда нужно. Поэтому опыт есть, и этот опыт подсказывает, что здесь нужно быть очень строгим, когда ты позволяешь из того, что тебе дорого, нематериально, не только, мы говорим сейчас нематериальной составляющей, хотя она очень важна, позволяешь делать что-то. Вот такая история вообще со сценариями. То же самое сейчас происходит с театрами. Ну, например, делаются спектакли, мне приходится в этом участвовать, как бы смотреть, что делается. И когда ты даешь очень много свободы, ты начинаешь читать и чувствуешь, что настолько это переделано, что уже это другое произведение. Ты говоришь, а зачем тогда так делать? Но они же это делают умышленно, потому что на произведение известное вы пойдете на спектакль, детей пьете, а на неизвестное вы можете еще не пойти, еще нужно будет ему создать имя. Поэтому это сложный вопрос. А вторая часть вопроса у вас была? Книжки. Опять-таки, здесь, почему я сказал, что это интересный вопрос. Я сейчас борюсь со своими издателями, а сейчас издатель один эксклюзивный, это издательство Махаон. Я борюсь с руководством, борюсь с редакторским, так сказать, высшим составом, с комиссарами от искусства. Борюсь за то, что нужно делать книги маленького формата. не тоненькие, о брошюрах, о которых вы, наверное, говорили, а маленького формата, в одну 32-ую долю, здесь ни одной такой книжки нет. Так вот, я хочу, чтобы они, я издавал такие книжки, так как я издательским делом занимаюсь давно, то мне очень хочется начать делать книжки, которые будут вот в половину этой. В половину. Но эти книжки очень трудно продавать, потому что магазину, он занимает на полке место, тут у него вот такая книжка, а тут она вот такая, ее не видно. Понимаете? Она как бы неинтересна, нужно полки другие делать поменьше. Это первое. Второе. Книжка маленькая, но толстенькая, будет дорогой. Если она будет сделана тем более хорошо, как вот делают сейчас книги в Махаоне, книжка маленькая будет такая же дорогая, как большая. А у покупателя сработает, как ты приходишь в магазин, тут вот бутылка 2 литра, да, чего-то, напитка хорошего, ну, Кока-Кола сейчас уже неизвестный напиток, там, как она теперь называется, какой-нибудь, кола там, да, Дюшеса. 2 литра или 300 там миллилитров, конечно, ты думаешь, так, возьму-ка я большую. И то же самое происходит с книгой. Человек приходит, он видит маленькую книжку, она прекрасная книжка, она ему очень нужна, она удобная. А, а это большая. А вы, то есть, вот это по поводу маленьких книг, ну, толстых, а хороших, в твердом приближении. А теперь по поводу брошюр. Сейчас мы будем выпускать брошюры. Вот интересное здесь, сейчас я посмотрю, здесь нет этой книжки, ну, здесь нет, мы будем выпускать брошюры в том старом обличье, в котором они были. Потому что Николай Николаевич иллюстрировал огромное количество замечательных художников. Это были и Генрих Аскарович Вальк, и Алексей Михайлович Лаптев, и Иван Максимович Семенов, это самые, так сказать, уже такие, и Каневский, и Аминодав Моисеевич, много людей было. Так вот, они в то время делались брошюры, очень хорошие брошюры. Они были очень популярны, издавались они огромными тиражами, тиражи были, полмиллиона экземпляров, миллионы экземпляров, и они куда-то все расходились. Хотя у нас население-то было, там сколько там, 300 миллионов, да, в СССР. Сколько было населения в СССР, кто-нибудь помнит? чуть-чуть, чуть-чуть, мне казалось, около 300, я как-то всегда так мысляю, что у нас было много. точно, у нас половина осталась. И эти брошюры расходились огромными тиражами, но брошюру тоже трудно продавать, потому что сделать хорошо брошюру, она получается очень дорогой. И приходит покупатель, он смотрит, вот такая книжка лежит, стоит там, я не знаю, там, не знаю, 600 рублей в магазине, а брошюру стоит 150, а в ней всего там 16 полос или 32 полосы. Мало покупателей готовых купить, но я согласен с вами, что это нужно, я всячески это, так сказать, пытаюсь продвинуть эту идею, и мои идеи часто осуществляются. Сейчас мы будем выпускать опять, хотя мы тоже выпускали несколько лет назад, мы выпускали подобные брошюры, мы их будем делать. Для поездок, мне кажется, удобнее вот те книжки, о которых я подумал, что, вы сказали, маленькие, которые можно положить в карман, в сумку, они еще удобнее, они в руке лежат, даже у взрослого, уж ребенка тем более. Я иногда, когда беру большую книгу, я купил себе здесь книгу, какие-то там тайные операции, там ЦРУ, там Бархатная революция, я был в магазине, у меня была встреча, а потом я вышел, увидел книгу, но мне сделали скидку, потому что я в них работал, дорогая книга, но мне сделали скидку, а вам она будет не по карману, вам придется лишние тысячи рублей заплатить. Но это я шучу, это потому что книги дорогие, вот я купил книгу, воспользовался служебным положением, мне сказали, мы вам сделаем скидку максимальную. Вот я купил книгу, пришел домой, а читать ее невозможно, она сделана здоровым альбомом, и ты ее как ни крути, ну на стол не положь, она еще сделана на мелованной бумаге, она везде отсвечивает, значит, если света уже нет, ты поставил лампочку, ничего не видишь. Поэтому я к тому, что книжка должна быть удобная, и маленькие книжки, они очень удобные, они на самом деле должны быть. Но там тоже много сложностей технических, но это не важно. Нет, 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 дело в том, что существуют такие понятия, как Санпин, по нормам, и издательства, которые серьезные, издательства, Мухаун серьезные издательства, были издательства, которые там мухлевали, называли, что это книжка для чтения взрослыми, детям, но на самом деле, если книжка делается для детей и читает ее ребенок, то там есть определенные нормы. И вот в маленьких книжках, как бы ты ни хотел, длина строки будет определенная, и кегль будет определенный. То есть книга будет как раз, она будет очень удобна для чтения в любом случае. А потом для стареньких людей, как я, я не могу уже согласиться, чтобы книжки делались с маленьким шрифтом, я ничего не вижу. Так что это важно. Пожалуйста, а то я вас заставил ждать. Спасибо большое. Так вообще интересно. Такой замечательный разговор и беседа. У меня вопрос. Мы несколько лет назад хотели сделать домашнюю вечеринку в стиле «Незнайка в солнечном городе». Да. И вдруг, ну, стали все вспоминать чудесные произведения, персонажи, и обнаружили, что, оказывается, в «Незнайке» очень мало персонажей девочек. Ну, потому что надо было как-то себя назвать. Все вспомнили кнопочку, и на кнопочке застопливали. Да, но в «Солнечном городе». А почему так получилось? И вслед за этим возник еще вопрос. Может быть, прообразом «Незнайки» был какой-то мальчик-родственник, и все было сфокусировано на любви, и так получилось, что девчонок вокруг таких прелестных не оказалось, и поэтому там где-то кнопочка, еще несколько девочек, а в основном мальчики. Вот хотелось бы узнать. Ответ очень простой. Все, во-первых, исторически обусловлено и обусловлено традициями семьи. Но традиции традиционные, не беспокойтесь, все в порядке. Значит, девочки есть в рассказах. У Николая Николаевича первые рассказы, если вы вспомните, про «Незнайку» мы сейчас не говорим. Первые рассказы, ну, например, «Затейники». 1938 год, первая публикация в журнале «Мурзилка». герои рассказа Петя и Валя. Сразу два ответа. Есть девочки, все-таки есть. И второй ответ, что действительно прообразом этих… Сейчас ты мне все скажешь, руку не держи, она устанет. Пока так, я запомню. Значит, прообразом многих рассказов, героев, которые в рассказах, и прообразом «Незнайки» был, конечно, мой отец, Петр Николаевич. Потому что мой отец с 31-го года рождения, 1331 года, первый рассказ Николая Николаевича публикован в 1338 году, моему отцу было 7 лет. «Незнайка» появляется в 53-м году, реально в 54-м выходит в виде книги, значит, посмотрите, моему отцу уже много, но «Незнайка»-то тоже вырос из рассказов и из подготовки, которую Николай Николаевич черпал из своих впечатлений. То есть прообразами многих рассказов являются именно члены даже семьи, в этом тоже цеховое, так сказать, у нас воспитание. Мы как Чарли Чаплин сами пишем сценарий, сами играем, сами пишем музыку, сами продюсируем, сами договоримся с банками, у нас все так. Поэтому мы независимы от государства относительно, мы как бы сами по себе. Мы поэтому такие маленькие, но сами по себе. Так вот, получилось так, что по школу теперь про девочек, в Незнайке мало девочек, меньше девочек. Николай Николаевич это почувствовал. Потом вначале там есть, что они дергают девочек за косы, девочки их боятся переходить на другую сторону улицы, но их как бы мало, все время коротышки, мальчишки, да? Но потом Николай Николаевич их отправляет в город, где только одни девочки. То есть он понял, он знал, что такие вопросы как ваш сразу последуют от читательниц, а где девочки, а где девочки. Вот вам девочки в следующей главе. Но еще ответ такой. Дело все в том, что обучение шло раздельное в СССР. До какого года, я не помню, может кто-нибудь мне подскажет. Не помню, до какого года шло раздельное обучение. Сейчас я скажу. 31-й, 41-й, ну, наверное, почти до 50-54-53-го года. Наверное, до смерти Сталина примерно шло раздельное обучение. Вспомните Витю Малеева. Витя Малеев получил сталинскую премию в 1952-м году, если не ошибаюсь. Соответственно, был написан в 50-м, 51-м, да, так вот он в 50-х писался. Там раздельное обучение. В школе только мальчики, а школа для девочек. Так как Николай Николаевич у него был тогда мальчик, он и не знал, как девочки учатся. На самом деле Николай Николаевич очень внимательно относился к женщинам. Внимательно, в хорошем смысле слова, без всякой фантазии. Он прекрасно понимал, что без девочек не будет мальчиков. Он все понимал. Поэтому девочек он любил. К женщинам относился особо внимательно, хотя он вообще к людям относился внимательно. И все-таки в произведениях девочки у него очень милые. Очень милые. Их достаточно много. Так что будем считать, что он исправился, предвкушая, так сказать, и предвидеть такие вопросы и сделал, все правильно. Пожалуйста. Всем здрасте, меня зовут Майчо, это я. И у меня такой вопрос, а как появился вот этот вот сам Незнайка? Ну, что вам помогло это? Как он появился, да? Как он появился? Ну, давай начнем, так сказать, с конца или сначала, с самого глубокого начала, да? Где там, как говорил Горбачёв, где собака порылась. Значит, Незнайка ведь это же русское слово, Незнайка, да? От, ну, в данном случае, да, от незнания или от глагола «не знать», «знать», «не знать». Если ты захочешь узнать, что-нибудь про Незнайку, откроешь словари, сейчас все открывают Википедию, Википедию не надо открывать, потому что там часто написано совсем не то. Можно я отвлекусь, только ты меня напомнил, потом отройся, а то все-таки я уже старенький. Я сейчас был в магазине за 10 минут до нашей встречи. Я надеюсь, что не слышат меня, сейчас уже ушли. Но я ничего дурного не скажу. Папа и мама, и ребенок. Ребенок берет книгу с полки и говорит, я хочу эту книгу, я хочу эту книгу. Я так смотрю краем глаза, мне же интересно, какие книги хотят. Книга про грибы, про ядовитые. А ему папа говорит, положи ты эту книгу, открой ты интернет, и там тебе про эти ядовитые грибы все будет. Я уж сдержался, хотел сказать, он откроет, посмотрит, а потом отравится, потому что в интернете он найдет то, что не всегда соответствует действительности. Она нередактивная, непроверенная и так далее. Еще хотел сказать, у меня сын точно так же, вот с удовольствием хотел книги про грибы. А я тоже не хотел их покупать, потому что я ему покупал. Теперь, конечно, книги у нас стоит про грибы, в том числе и про ядовитые. Но он зато знает самые ядовитые грибы. И я уверен, что он правильно определил грибы, а не по интернету. Так, теперь про незнайку. Значит, если ты откроешь словарь, например, Ожегова, Даля, ты и посмотришь, не знает, не знайка, ты увидишь, что незнайка там есть. Даже про незнайку есть пословица. Ну, например, какая-нибудь там, незнайка на печи лежит, а знайку в суд волокут. Ну, ведут в суд. То есть, знайка все знает, он там может ответить на вопрос. А незнайка ничего не знает, ему хорошо, ему никто не трогает. То есть, незнайка, как какое-то существо, которое немного знает, оно существовало всегда. И понятие в русском языке это было. Николай Николаевич был человеком очень начитанным. Он читал огромное количество книг. Он учился вообще постоянно сам, очень много учился. Революция, гражданская война сбила его образование. Он там учился в царской гимназии, то не в царской, то немцы, то белые, то зеленые, то красные. Это был Киев, там было очень сложно в этот период. Вот он говорил на русском языке, он русским человеком, но он жил в тех краях. В Москву он переехал в 1927 году учиться во ВГИК. Так вот, он очень много читал. Поэтому он знал хорошо мифы, он знал хорошо сказки разных народов, он знал хорошо Свифта Гулливера, он знал Буратино, он знал Хвольсона, он знал Кокса. Массу людей, которые в своем искусстве или даже в примитивном своем искусстве, если мы возьмем мифы, использовали коротышек, малышей-малышек, маленьких сказочных персонажей для того, чтобы что-то рассказать. Они их могли рисовать, они могли о них говорить, они могли думать о них сказки. А так как Николай Николаевич жил в период очень сложный, он был 1908 года рождения, соответственно, когда началась революция, гражданская война, ему было совсем немного, когда установилась советская власть со всеми своими прелестями и ужасами, как любая власть. Он был молодым человеком, и когда он уже стал взрослым, и ему нужно было сказать то, что он хочет сказать, садись, ты садись пока, а то ты будешь стоять долго, я же долго говорю. Когда он хотел что-то сказать, он понимал, что если он начнет использовать только Витю Малеева, если он начнет использовать только мальчиков и девочек, в том числе, для своих рассказов, это все будет реалистично, то рано или поздно он столкнется с цензурой. И для него, как для очень умного человека и творческого, была нужна лазейка, чтобы уйти от этой цензуры. И он воспользовался сказочностью, и более того, не просто сказочностью, а совсем сказочной. Ну как там можно вообще цензурировать что-либо, когда это вообще о коротышках, это какие-то сугурец, какие-то существа? Потому что ведь у него в «Незнайке» очень много сарказма, очень много сатирических вещей, которые очень часто оказываются опасны для автора, если он пишет о чем-то большом и реальном. И вот тут же начинает, ну или цензор, или о зависимости от социальной системы, та или другая социальная система, начинает ее подстраивать под себя. Ну возьмите, у Николая Николаевича даже, что-то далеко ходить, в интернете не так давно была такая катавасия, ну не знаю, три года назад, четыре, два там, что у Николая Николаевича есть, например, в «Незнайке на Луне» о полицейских. Ведь «Незнайке на Луне» — это мир плохих коротышек, в общем-то. Ну что значит плохих? Ну мы знаем, понимаем, каких. И полицейские там, в общем-то, плохие. И получается так, что у него в книге сказано, что полицейские-то там, простите, нехорошие люди, редиски, говоря, так сказать, правильным языком. И вот где-то это кто-то, так сказать, в интернете начал раскручивать. Опять-таки с какими-то там целями, мыслями. И было такое ощущение, что во, начинается волна, что можно взять и, так сказать, автора какого-то обвинить в том, что он что-то делает не так, как, в общем, должен делать. Это я к тому, что когда даже в мире коротышек ему было трудно. Видишь, как в те времена слово полицейский относилось к другому государству. Здесь была милиция. Поэтому у него милиция – это Свистулькин, это хорошие милиционеры в Солнечном городе, а полиция – это такие плохие люди. Они работают на государство, которое плохое, скажем так. И вот получилось, что изменилась историческая действительность, формация изменилась, и произведение стало опасным, слово стало опасным или трактовка какого-то понятия стала не таким. Но это сказка. А представь себе, что у него был такой роман реалистичный, это были бы взрослые люди, у них была бы определенная униформа, да еще, как у нас многие авторы, они же пишут то, что сегодня есть, то, что вижу, то пою. Потом ты же, когда получаешь ордена, тебе же нужно петь о том, что про других у кого есть ордена. Ну, то есть, все должно быть, как в жизни. А Николай Николаевич, он где-то схитрил, но даже он мог попасть в просаг, создав коротышек, которые, казалось бы, очень сказочные. Вот так появился незнайка. То есть, я объясняю тебе свою мысль, это моя мысль, это моя трактовка, это моя трактовка. Я с Николаем Николаевичем на эту тему никогда не говорил, он мне этого не пояснял, но я, зная его характер, зная другие разговоры, понимаю, что он в определенной степени взял маленьких коротышек, чтобы легко говорить то, что он хочет сказать. Ну, посмотрите, как он саркастически пишет о музыкантах некоторых, о докторах. Он же не хотел повторить судьбу Мольера, который писал о докторах так, чтобы, так сказать, его не лечили. Он не хотел эту судьбу повторить в отношении с религией, что его и не похоронили, Мольера. Но надо признать, что Николай Николаевич все равно говорил так много правды, завуалированный, был таким талантливым, что он был многим неудобен. Он многим был неприятен, особенно, я думаю, в конкурентной борьбе за читателя. И получилось так, что где-то он даже повторил судьбу Мольера даже с докторами. Почему-то его лечили все время от тех болезней. Я не знаю, как так получилось в жизни. Это такая некая конспирология. Но все в жизни есть, все в жизни было. И в любом обществе есть очень много тайн, на которые нужны ответы. Поэтому сейчас мы попытаемся в ближайшие 2-3 года издать книгу о жизни Николая Николаевича. Но там будет очень много, очень много все равно пробелов. которые скрыты историей. Ну, давайте, например, подумаем так. Вот по всем документам, которые есть, Николай Николаевич не выезжал за пределы СССР. Он ни разу не выезжал за пределы Союза Советских Социалистических Республик. Но почему-то он так описал нам Америку, ну, скажем так, да, в «Не знайте, ну, не для нас это Америка», что возникает вопрос, а как человек, который никогда не был в тех ресторанах, в тех гостиницах, в тех санаториях, в тех, там, убедительных заведениях. Ну, как же он так это описал, как вот журналист, который вот там проводил в этих барах столько-то часов, там, в этом концертном зале столько-то часов. или это просто удивительный талант, или мы что-то не знаем из жизни Николая Николаевича. Вот, может быть, когда такая книжка выйдет, ты как раз подрастешь, пройдет 2-3 года, ты почитаешь просто какие-то книжки, а потом возьмешь ту книжку и почитаешь, а вдруг там ты узнаешь для себя ответы на многие вопросы другие. Давай еще вопрос. Пожалуйста. Я хочу добавить то, что этот человек, ну, Энн Носов, он написал, получается, об Америке, правильно? Ну, это я сказал в кавычках. Мы видим в этом другой мир, в котором мы не жили. Это был мир, скажем так, за железным занавесом. Тогда было такое понятие, железный занавес, страна СССР была отделена от других стран, ну, относительно. Ну, говорит, да, так. Об Америке, допустим. Ну, получается, если он не знал, то он, наверное, из книжки тоже, наверное, почитал. Все абсолютно верно. Из книжки? Умный человек из книжки. Тогда не было интернета. Видишь, интернета не было. Ну, это не надо. Да. Не, ну, вот просто я тебе говорю, что, значит, он очень много читал. И, конечно, он из книжек мог подчеркнуть огромное, так сказать, количество информации и сведений. Ты понимаешь, когда ты пишешь, ведь даже часто писатель, который пишет, ну, например, даже детектив, он едет в то место, например, как следователь, где что-то произошло. Ну, и, допустим, даже какие-то военные истории. В общем-то, человеку даже, который там не оказывался, ему бы поехать, хотя бы посмотреть на местность, хотя бы представить, что там делается зимой, что весной. Потому что он пишет роман, у него получается, что у него там, например, песок, а на самом деле в этом месте грязь. И уже, если это военный роман, уже совершенно другая история военная получается. То есть, я хочу сказать, что писатель часто даже едет и смотрит, как художник выходит на пленэр или на туру, делает зарисовки, а потом уже у себя в мастерской создаёт картину. Так вот, Николай Николаевич, такое подозрение, что он где-то был на пленэре, он это видел. Но ты совершенно, наверное, правильно сказал, ты не дал мне уйти в эту такую таинственность. Это хороший подход. Потому что таинственностью можно всё объяснить и ни на что не ответить, ни на какие вопросы. Наверное, он просто был, во-первых, очень талантливым человеком, по-настоящему талантливым, нельзя быть очень талантливым, просто талантливым человеком. А во-вторых, он был очень трудолюбивым человеком. И он всю жизнь стремился познать то, чего не знал. Он действительно очень много читал. Читал он не просто, как вот мы с вами читаем книги. Он читал книги обязательно. Мне не разрешалось и моему отцу в книгах писать и рисовать, а вот ему разрешалось. Все книги, которые читал Николай Николаевич, они все исписаны им. Не важно, какие это книги. Это какие-то слабенькие произведения для детей и его неудавшихся коллег или его сильных коллег или удавшиеся книги. Это всё подчёркивание, это всё вопросительные знаки, восклицательные знаки, двойное подчёркивание, так сказать, издёвка или восхищение автором. А если брать серьёзных авторов, классиков, то они тоже все им изучены. Это и Диккенс, это и Толстой. И всё исписано, всё исписано, исписано. И форзацы книг записаны цитатами, страницы, номер. То есть у него, конечно, голова работала очень много, постоянно, и он очень многое подчеркнул из книг, потому что он их читал очень внимательно. Ответил я на вопрос? Я, конечно, ушёл далеко опять, но всё-таки я старался. Спасибо тебе, потому что ты внёс такую живую струю. Видишь, у меня конспирология пошла в разговор. Очень интересно. Ну, я не знаю мальчика. Это не тот случай, как в цирке, нет. Я не знаю ребёнка и семью. Спасибо. Спасибо. Игорь, у меня вопрос. Как вы рассматриваете ту ситуацию, когда вернуть подписки детям, как раньше, ну, вот сейчас это есть Мурзилка, но это не та Мурзилка, журнал Мурзилка, когда мы все ждали в почтовый ящик, нам выписывали юный натуралист, Мурзилка, это было доступно родителям, независимо от доходов семьи, да? Да. И мы бежали, получали этот свежий номер с запахом типографской краски, с картинками, и мы читали. Я отвечу на вопрос. Или у вас ещё? Продолжение. Ну, вот мне бы хотелось, что если этого рассматривать, почему вот так нельзя сделать, чтобы это было доступно не Мурзилка, а не Знайка? Для детей, именно для детей, не там дошкольники, школьники, для детей. Здесь возникает вопрос. С печатной продукцией вообще очень трудно, потому что интернет и технические другие возможности позволяют как бы, ну, не печатать на бумаге, ничего. И, в общем, получать ту же информацию. Поэтому возникает вопрос, как это сделать? Если, например, это делать за счёт издателя, то, скорее всего, издатели, те, которые пытаются делать, они разоряются на этом деле. Потому что делать журналы, которые будут с подпиской, это надо собрать такое количество подписчиков. Это нужно, значит, все эти технические аспекты денежные осуществить заранее. Потом нужно удовлетворять, так сказать, этот спрос, выпускать эти номера в срок. Но это, конечно, не сложно. Сложно, я думаю, что нет такого количества подписчиков, которые обеспечат существование этого, например, издания периодического. А цена не получается допустимая, потому что бумага дорожает постоянно, всё остальное дорожает постоянно. И это не от жадности издателей очень многие вещи происходят. Это происходит от того, что технологически и финансово мы не успеваем за жизнь, скажем так. Мы не успеваем сделать что-то, что должно быть так, как было лет 50-100 назад. Конечно, замечательно, подписка. У нас огромное количество в архиве всяких журналов старых, начиная там от весов и Нивы. Конечно, прекрасно. Ты открываешь какую-нибудь Ниву и смотришь русско-японская война. У тебя какие-то статьи, оттуда фотографии. Это не интернет. Я даже к фотографии отношусь по-другому. У меня даже к фотографии есть какое-то отношение старомодное. Когда нужно снимать на современную камеру, где есть цифровой носитель, где нет, на мой взгляд, нет вот этого носителя как негатив, на который я привык снимать. Неважно, негатив был раньше на стекле или потом он стал на целлулоиде горючим, потом на других пленках. Для меня эта фотография, она какая-то неживая. Поэтому для меня и интернет, и компьютерные изображения неживы. Мне нужна книжка. Но это, наверное, в силу моей старомодности. Потому что я сужу по своим детям, я им всячески пытаюсь привить любовь к книге, они, насколько каждый по-своему берет эту любовь. И я вижу, что... Вот у меня сейчас дочь, например, я с ней увиделся на днях, она взрослая. Я говорю, ты что там на компьютере делаешь, сидишь, смотришь на экране? Я говорю, я читаю. Я говорю, что ты читаешь? Войну и мир. Там очередной раз. Я говорю, что ты Войну и мир читаешь на экране? У тебя что, книжки нет? Она говорит, ну, я не знаю, один том есть, другого нет, а второе издание где-то не здесь. И я читаю так. И я подумал, вот Войну и мир читать на экране. Вот мне сейчас представить чтение Войны и мира на экране, на планшете или на компьютере, хотя мне приходится за компьютером много проводить времени, ну, относительно. Для меня это не то чтение. Я вот совершенно с вами согласен, что нужны журналы живые. Оксана Григорьевна, заходите, может, вам какие-нибудь вопросы. Это главный редактор издательства Махаон. Вот, обещала прийти и пришла. Вот, значит, ответственный человек. А вы можете вот здесь посидеть, и вам вопрос какой-нибудь зададут. Нет? Ну, я вам задам какой-нибудь вопрос. Вот. Нет, ну, радостно нас стало, на одного больше. О чем я говорил? О том, что книжки должны быть, конечно, настоящие. Вот мы с Оксаной Григорьевной боремся за книги настоящие. Нам тяжело, но мы боремся. И книги издаются действительно хорошие. Это я не себя хвалю, не ее хвалю, не издательство хвалю, не огромный холдинг, где, так сказать, торгуют этими книгами и производят. Это я хвалю, так сказать, нас как людей, которые могут быть старомодны и которые держатся за что-то, на наш взгляд, классическое и, наверное, правильно держатся. Вот. Такие у меня мысли. Это я не к тому, что я заканчиваю беседу, я в вашем распоряжении. А то так у меня получилось, так знаете. Обычно ко всему хорошему возвращаются. Может, пришел тот период. Тоже. Очень верная мысль. Очень верная вещь. Ну, значит, Оксана Григорьевна, вопрос был такой. Это уже ваш огород камень. Как бы сделать журнал? Журнал на бумаге, который будет работать. У меня есть зарегистрированный журнал «Незнайка». Поговорите с руководством холдинга. Можно сделать журнал. Нет, надо брать быка за рога. Это, так сказать, это голос народа. Голос народа. Это не мой призыв. Это голос народа. А? Что вы говорите? Чтобы была подписка. Да, но чтобы была подписка. А вот здесь вот Оксана Григорьевна Матвитя с подпиской вообще возможно сейчас работать? Все-таки возможно. Это понятно. А насколько это экономически вообще... А приходите сюда. Идите сюда, пожалуйста. Зайдите. А то обо всем придется оборачиваться. Это нехорошо. Проходите. Это правда. Вы можете присесть. Можно поставить два стула, можете прилечь там. Как удобно. Ну, творческое же. Можете сыграть нам, кстати. Спасибо. Здравствуйте. Так вот на самом деле... Здравствуйте. Просто мне помогут. Потому что я сказал, я сказал, что с подпиской очень трудно. Надо количество подписчиков найти, чтобы обеспечить экономический процесс. Найдем ли мы количество такое желающих? Ну, пробовать можно. Я не знаю, найдем мы количество желающих или нет. Но сейчас, может быть, даже журналами несколько проще, потому что их можно распространять как по подписке, так и в розницу. Я не знаю, как это было раньше. Тут самая большая проблема, что их надо периодически выпускать и надо их периодически чем-то наполнять. Потому что книга уже написана, ее просто придумаешь, ну, надо придумывать в каком виде, в каком формате, в каком ценовом сегменте можно сделать. А журнал, хочешь не хочешь, а раз в месяц или раз в два месяца, как мы заявили, он должен выходить. То есть вы хотите сказать, что это скорее сторона творческая, трудная? Это скорее сторона творческая. То есть надо создавать редколлегию, и журнал же... Мы с вами станем редколлегией. Безусловно. Сейчас у нас же принято, например, захотели, сделали академию телевидения. Поработал на телевидении, стал академиком. Захотели, сделали академию фотографии. Поработал я фотографом, стал академиком. Ну и вас назначу, и вас, если вы хотите, например, и вас могу взять. А мы сделаем себе редколлегию. Сами. А кто будет главный в редколлегии? Вы или я? Редколлегия – это не самое главное. Самое главное – найти пишущих журналистов, которые нам будут давать материалы. Мы возьмем молодых людей, которые хотят писать материалы. В принципе, так оно и делается. Которыми мы были когда-то и сами хотели писать материалы. Самое главное – что они должны быть близки. Тем более Оксана Григорьевна, в отличие от меня, журналист по образованию. Так что вот и будете искать молодых. Близки должны быть молодежи, детям, чтобы было хорошее наполнение. Потому что за журнал всегда голосуют читатели. Если читатели есть, то журнал живет. Если читателей нет, как-то его не распространяй, вот видите, какой хороший вопрос. Сказалось, у нас так мало, а столько у нас интересных мыслей. Вот здесь дама сидит, вот видите, вот она сейчас порывается встать. Потому что она когда-то разговаривает, а я ее все время присаживаю. Она требует тонких книг. Ну, требует в хорошем смысле. Брошюр? Она требует брошюр и маленьких книг. А тут требует журнал. Вот, вот. Ну, брошюры. Почему они полезны? Первое, это можно брать в проездке. А второе, это то, что повышает самооценку ребенка, если он причитал книгу. Да. До конца. Вот это вы говорите, как моя супруга. Вот она это говорит, что ребенка пугает большая книга. Она говорит, когда, ну, у нас есть опыт, так сказать, чтобы дети один читал, второй, там, третий. И у меня есть еще одно изображение, как можно продвигать, может быть, даже не журнал, а какой-то комбинированный формат. То есть, раньше же была подписка на собрание сочинений. Ну, там, сушки, мусорки. Да. И носов тоже был. Да, да, да. И как приятно было каждый месяц получить ребенку, может, тоже небольшую книжечку, и, может быть, в комплекте с несколькими страницами журнального формата. То есть, вы хотите искать журнал, а к нему, как бы, иногда выходит книга. Да. Приложение. И, может быть, какой-то там сувенир, пускай, не знаете, с пластмассой. Ну, это тоже, да. Это надо сделать можно, чтобы здесь хотели собирать, конечно, и... Ну, хорошая идея, да. Это тоже, это все-таки журнальные... Эти мысли, они, как бы, есть. Спасибо, что вы нас к ним возвращаете. Я же не даром сказал, у меня есть зарегистрированный журнал. Незнайка, он зарегистрирован, на самом деле. Но я не смог этого осуществить когда-то. Потом эта идея, как бы, ушла, он лежит. У нас есть возможность делать те же самые фигурки-незнайки, о которых вы говорите. И были мысли, что, конечно, вот дети не дадут мне соврать, они, наверное, знают, там есть журналы, где есть всякие насекомые, к ним прилагаются в пластике, да. Вот это масса интересных вариантов, и здесь то же самое. Так что, видите, очень полезная беседа. Я же сказал, недаром мы сейчас поговорим, я выйду с нашей беседы и унесу новые мысли или обновленные мысли, или сейчас пойду искать свой зарегистрированный журнал к нашему разговору. А Оксане Григорьевне придется думать о брошюрах не так, как она говорит, вот мы, знаете, вот мы через месяц, через вас за них возьмем. Вот сейчас она в понедельник пойдет и будет делать уже брошюры. Все очень просто. У нас строго так, по-военному, как в Министерстве Портии сообщения, знаете. Все сели, в ромбиках, там, я не знаю, в фуражках, встал министр, сказал, и поезда ходят идеально. И вот у нас то же самое. У них то же самое, в издательстве. Пожалуйста. Наверное, я знаю книжку «Веселая семейка». Да, сейчас я посмотрю. Сейчас как раз хотелось, чтобы дети занимались каким-то инженерным делом, да? Может быть, иметь такой момент, чтобы дети попробовали самостоятельно сделать что-то с твоими духами. И мне кажется, что у Николая Михайловича так же имел инженерное образование или склонность? Имел склонность, но не было инженера. Вы тоже очень интересную мысль затронули. Так я сказал по ходу разговора, что я стараюсь разговаривать откровенно, то я сейчас вам скажу тоже такой некий секрет. Когда-то, вы помните, у нас был мэр другой, Юрий Михайлович Лужков. Я с ним очень мало общался, но сталкивался. И вот в какой-то момент я подумал, Юрий Михайлович так любит мёд. У него какие-то были с мёдом там особые симпатии, я не знаю, или бизнес, я не знаю, но любовь, наверное, к мёду была. Ну, в плане, он похож на медвежонка, я так думаю, такой Винни-Пух, да? И я однажды подумал, вы, наверное, не знаете эту историю, я подумал, надо мне к Юрию Михайловичу как-то попасть на приём, пробиться и сказать, вы так любите мёд, а у нас есть такая замечательная книга, вы, может, даже её читали, дневник Коли Синицына про мёд. Давайте, так сказать, на как-то уровне всероссийском эту книжку просто выведем вот к пчеловодам, с пчеловодами, так сказать, да? И сразу будет дело, нам будет выгода, книжка будет продана там не 10 тысяч, а 20 тысяч тиража, а у людей будет выгода, потому что они действительно будут читать, во-первых, и читать то, что по делу учиться этому, потому что там действительно всё описано, как это нужно, но в такой форме, как вот ребёнок залезет в интернет или в энциклопедию, полистает и, может быть, бросит, а там он хочет, не хочет, до конца прочтёт. Но Бог меня миловал, я не пошёл к Юрию Михайловичу Лужкову, вот, я так к этому относился скептически всегда, я же сказал, что мы сами все маленькие, но независимые, это, конечно, опасная тенденция быть независимым на такой большой стране. Так вот, и не пошёл к нему ни с этим вопросом, ничего у меня был вопрос, и теперь не жалею, что не пошёл. Мы сами сейчас начнём делать весёлую семейку с медоварами, с каким-нибудь. Найдём, и мы начнём её выпускать в больших количествах. Не, на самом деле, это же хорошая мысль. Надо подумать именно о мёде, о технических умениях. У него не было технического образования, но так он выбирал себе профессию, а потом учил меня, как выбирать профессию, ну, и отца своего, сына учил моего отца, но он нас неудачно учил, мы выбрали то, что хотели, мы не прислушались к каким-то, мы взяли, что хотели, сделали. Вот. А он выбирал себе профессию долго, и действительно, у него были мысли и о химии, и о музыке, но техника его всегда привлекала. Он и радиотехник, это тогда была радиотехника, там, первая антенна, радиоприёмники, он всем этим увлекался. Он действительно всё делал своими руками. То есть он любил руками всё делать. У меня был один редактор, я с ним работал вместе, у него было слово, не знаю, но он не грубый, я говорю, рука суй, ну, сую везде руки, рука суй, рука суй. Он имел в виду, что он всё делает руками. Так вот, это не относится Николай Николаевич, потому что это какая-то такая шутка, но он всё делал своими руками. Он действительно всегда находил применение своим рукам, в плане того, что ему хотелось сделать что-то самому. Уж, казалось бы, мог бы попросить, там, и сын помог, и внук помог, и в семье помогли бы, или даже кто-то пришёл бы и профессионально сделал, что-то... Не, он делал всё сам. Ну, например, велосипед сломался. Ну, чего человеку, который с утра до вечера сидит, пишет, переписывает, действительно, ну, он работал очень много, ну, чего ему чинить велосипед? Я тогда на какой-нибудь... У меня вещь, конечно, сломается, я начинаю её чинить. Думаю, господи, ну, можешь пойти мастеру позвонить или отдать, или там соседу, который лучше скажет, дядя Вась, ну, сделайте мне, вы это делаете сто раз там каждый день, а я это первый раз жизни делаю или второй, у меня время сколько уходит. Но мне тоже хочется сделать самому. Меня вот дома ругают, ну, чего ты делаешь это сам, это сам, это сам. А мне интересно. И я думаю, что эта черта, она такая профессиональная в кавычках. Если ты пишешь другим о том, что нужно сделать то или как сделать это, если ты сам не умеешь, ну, ты должен быть удивительно талантливым человеком, чтобы, не изучая этого предмета, об этом написать честно и правдиво. А так как я склонен к тому, что писать не только сказки, но и реалистичные вещи, и у Николая Николаевича тоже очень многие вещи реалистичные, когда ты пишешь вещь, которая проверяется, так сказать, другими мозгами, и там видишь, что там ошибочки, что это не соответствует умению, то твой труд теряет ценность. Поэтому надо многое, наверное, человеку, который пишет, особенно для детей, уметь делать что-то своими руками, многое уметь делать. Тогда ребенок чувствует, что это вот дядька, или тетка, которая пишет, извините за такую грубость, что они умеют там шить, они умеют там стучать молотком, они умеют чинить велосипед, а то он пишет, как чинить велосипед, а видно, что он не знает, что у него педаль не в ту сторону прикручивается, ну, к примеру, да? А я, например, знаю, что они туда прикручиваются, и у меня, вот это я просто о рассказах, и у меня там, не знаю, где он у меня решил велосипед, так сказать, сделать, он не знал, что педаль-то, которую крутишь туда, должна быть прикручена в другую сторону, она у него отворачивается по этому, а я это знал, потому что у меня там отваливались педали, и я их первое время не в ту сторону крутил, потом стал крутить куда надо, ведь многие этого не знают, И вот этого многого мы не знаем. И Николай Николаевич, в отличие от нас, от всех, знал вот это всё. И знал всё из-за того, что он сам везде вот свои руки засовывал и делал, 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 делал. И всё время у него работали мозги, потому что руки без мозгов – это… Ну, надо сказать, что ему вообще техника была очень интересна с самого детства. Вот есть книга «Тайна на дне колодца», которая является, в принципе, автобиографией Николая Николаевича, которую он написал. И там очень много таких моментов. То есть он в детстве сделал фотокамеру, кинокамеру, он увлекался химией, у него там была химическая лаборатория. Он хотел играть на скрипке, научился на скрипке играть. То есть это человек, который любил учиться, наверное, и любил учиться хорошо. Вот не просто там ради оценок, потому что такое тоже было, там очень много о школе. Ну, оценки у него не ельные. Нет, я вижу, что в этой книге было много о школе, о том, что он там и двойки получал, и всё. Но вот он учился не ради оценок, а учился ради того, чтобы понять какие-то процессы. И есть ещё тоже, но это уже после школы, когда Николай Николаевич работал на киностудии, он снял вот этот вот знаменитый фильм, за который был награждён Орденом для танкистов. Привезли «Английский танк». Я не знаю, как он назывался, ну, я сейчас не вспомню, как он назывался. «Английский танк». В 43-м году, по-моему, да. По Ленд-Лизу к нам приходил. И Николаю Николаевичу надо было снять учебный фильм про этот танк, чтобы учить бойцов, вот как им пользоваться, как он работает. И вот те бойцы, которые этот танк привезли, они его привезли, выключили, а включить не могут. То есть он у них не так работал, не так поворачивал, у него вот что-то было... А фильм надо снимать, а танк стоит, и что делать, непонятно. Ну, Николай Николаевич пошёл в танк, стал смотреть, какие там есть рычаги, чертежи. Изучил всю литературу, которая была ему доступна. Ну, и, наверное, через час и через два он завёл этот танк, танк заработал. И он стал работать так, как он должен был работать. Именно так, как он должен работать. То есть у него было такое свойство, такое качество, вот именно в суть, в глубину вещей проникать, познавать, и доводить до конца. Сейчас это очень актуальная история про этот танк, на самом деле. Нет, ну, это говорит о том, что если учиться, можно учиться очень многому. А если хотеть ещё учиться, а не просто тебя заставляют учиться, то ты можешь сделать великие дела в любых науках, в любом роде деятельности. Но я продолжу мысль. Дело всё в том, что Николай Николаевич учился сам и научился учить других. Причём научился учить всех вот нас, ну, потому что многие читали, будучи маленькими, или своим детям. И ты читаешь книгу, очень многому учишься, на самом деле. Ну, ты не замечаешь тучи, ты вроде бы развлекаешься. И меня часто спрашивают, вот так вот мысль, она витает, витает. Вот должна ли быть литература, может, вы присядете, чтобы не стояли? Вы же стоите. Ну, я-то стою. Не-не, я тоже присядю. Это ж не трудно. А то я вас вызвал на сцену, вам приходится стоять теперь. Вы там сидели, отдыхали. Я хотел сказать, что по поводу учёбы. Что-то у меня мысли. Николай Николаевич учил других чтений. То есть он писал? Да, нет, ну, какая-то мысль я упустил. Вот так вот даме стул подвинешь и забудешь. А, читаешь, вроде развлекаешься. И меня спрашивают иногда, вот как вы думаете, литература для детей, вообще литература, она должна быть поучительна? Я слушаю и думаю, ну, взрослый человек задаёт вопрос. Он спрашивает, должна ли литература для детей быть поучительна? Взрослый человек. Даже если у него ещё нет детей. Ну, что он хочет? Он хочет, чтобы человек ничему не учился. Даже слушая музыку, ты учишься, если это хорошая музыка. Даже смотря картину или графику, если это настоящая картина, ты учишься. А уж если ты читаешь и ты не учишься, зачем тогда читать? Что же там написано, что ты ничему не можешь научиться? Вот что нужно написать, чтобы ты не мог ничему учиться? Это значит, должен быть поток сознания. Но даже с потока сознания можно извлечь большую, так сказать, выгоду, если ты разумно это будешь абсорбировать и переваривать этот поток сознания. А уж если не поток сознания и литературное произведение осмысленное, конечно, ты пишешь для того, чтобы научить чему-то. Я вот, например, всегда, когда общаюсь с детьми, не только со своими, не только со своими. Вот сегодняшний пример с ребёнком. Я хотел сказать папе, не надо ему приедавитые грибы читать в интернете, потому что он пойдёт на тот сайт, где он непроверенный. И там он написан, допустим, русскоговорящим человеком. Здесь этот гриб не ядовитый. А окажется, что он окажется где-нибудь на Кавказе, этот гриб в тех условиях ядовитый. В энциклопедии, скорее всего, будет сноска, что вот в этих условиях, потому что там редактор работал такой, он ещё учился у Мичурина какой-нибудь там, да? А в интернете неизвестно, кто что писал. Поэтому надо, конечно, учиться, многое читать, думать, что читаешь. И когда ты пишешь для детей, их надо учить. То есть даже в разговоре над ребёнком научить, а если ты ему даёшь заставляющего прочесть книгу и не хочешь его ничему научить, ну и грош тебе цена, как писателю. В общем-то, я считаю, что учить Николай Николаевич умел, и это его отличительная особенность. Он очень хорошо научил миллионы людей. Самое главное чему? Думать. Потому что ты можешь чего-то не знать, но ты должен привыкнуть, что нужно обо всём подумать трижды. Ну сколько бы ты ни думал, хоть десять раз, если ты не обучен и не читаешь и не знаешь, ты будешь думать-думать и не будешь находить ответа. Но если ты многому научился, это я уже на маленьких смотрю в основном, но если ты многому научился и будешь читать дальше, и будешь это анализировать, ты, конечно, будешь совершать меньше ошибок, или твой труд будет гораздо более продуктивным. Так что Николай Николаевич, он, конечно, очень полезный оказался человек, не просто как литератор, а как учитель. Я тоже хочу ещё немного добавить. Если мы увлеклись, вы скажите, мы с удовольствием уже тоже уйдём. Просто вот, ну когда мы делаем книгу, очень сложно и очень важно сделать для книги хорошую аннотацию, хороший текст на четвёртой сторонке. Ну, потому что читатель, когда книгу берёт, он читает именно этот текст. И мы на это тратим очень много времени. Ну, редактор, который книгу ведёт, вот он придумывает, создаёт этот текст, мы его смотрим, мы его правим, мы просим написать другой, и процесс творческий очень длительный. Николаем Николаевичем это очень просто. Очень просто, да. Почему? Потому что в его книгах есть главное. Если даже не брать про учёбу, про знания, которые, безусловно, есть в каждом произведении, самое главное, что в этих книгах – это человеческие отношения. Вот эти книги, во-первых, в них дети узнают себя в любом поколении, в любом возрасте, в любом году, в любое время. Узнают себя и учатся жить, дружить, взаимовыручки, взаимопомощи. То есть именно всем тем качествам, которые должны быть присущи человеку. Ну и заканчивается всё вот именно такими текстами у нас. Потому что это… Лёгкими, потому что есть о чём сказать, что в этой книге есть. Это самое главное, чему учит Николай Николаевич, и чему, в принципе, должна учить детская литература. Это вообще литература, конечно, детская литература, она же, конечно, должна учить. Потому что ты растёшь, значит, ты должен учиться. Хотя, говорят, век учись, там… Поблёшь, дураком поблёшь. Но это неправда, так сказать. Всё равно помирать лучше, зная что-то. Хотя, чем больше ты знаешь, тем, конечно, труднее жить бывает. Но надо, значит, правильно к этому относиться. Надо жить с юмором, с которым жил Николай Николаевич. Это все трудности будут казаться, ну, чуть-чуть полегче. Даже самое страшное. Спасибо большое, Игорь Петрович. Спасибо, спасибо, спасибо большое. Будем считать это заключительным наставлением.